Когда мы написали в блоге, что вы придёте к нам в гости, у нас было примерно поровну комментариев, интересующихся журналом и интересующихся вашими книгами. Вот мы так про журнал уже хорошо поговорили, даже трейлер посмотрели. Давайте теперь к книгам переходить. Первый же вопрос от постоянной посетительности нашего блога «Селены» о жанре, в котором вы пишете. Вот цитирую. Наверное, человек я дремучий, но ни разу не читала исторической фантастики и даже не представляю, как это. Для меня или история, факты, даты, события, или фантастика, домыслы и допущения. Как это скрестить, не понимаю. Вот давайте расскажем, как вы это скрещиваете, факты с домыслами. Понимаете, вообще-то я ничего не скрещиваю, я описываю, как оно было. Просто мы сейчас живём в такую рациональную эпоху, и вот у нас есть вот эта реальность, эта фантастика, это мы как-то разделяем. А в средние века люди жили совсем иначе. Их был некий свой свет? У них было всё вместе, понимаете. И вот они жили, тут какие-то духи появлялись, и что-то... Ну вот, допустим, так. Ну вот, Железный Волк, да? Сислав Половский. Ну все же говорили, что это Волк, Оборотень, да, он там превращался, да. И никто в этом не сомневался. Ну как можно объяснить его победой, да? Только чары, только некое чародейство. Такая маленькая воска вдруг побеждает. Ну, он был, конечно, Волкалах. Что ещё? Это самое, Углеское дело, да? Как убили царевича Дмитрия. Я когда был маленький, меня всё время, почему-то, эта история очень пугала. А сколько вам было годов, когда вас цикавило, кто забил царевича Дмитрия? Ну, может, лет. Пять? Нет, пять вряд ли. Десять? Семь, десять, наверное. А, ну, случайно, детей в этом взрослении аж ты и же хвалю. Нет, ну я помню этот Борис Годунов, у мальчика «Граба в глазах», потом появился этот самый, картина знаменитая. Я стал разбираться, да всё время я об этом думал, что когда-нибудь я всё-таки об этом напишу. Ну, а лишь некие крыльницы у вас были, вы копались, они в архивах. Ну, конечно, ну, во-первых, есть уголовное дело, но сохранилось дело расследования. Но тогда в чём же фантастика? В чём фантастика? Да. Ну, что книжка вышла? Нет, это тоже интересный случай. Кто убил и как убил? Реалистическими методами никто ничего не смог доказать. Я решил, а если вот такой момент. Я прочитал об этом, есть такая француженка Александра Дэвид Нель, была, недавно умерла. Она молодая такая, преуспевающая дама, уехала в Тибет и прожила там что-то лет 8 или 60, огромное количество. И много там она чего познала, ну, что-то же, будем рассказывать. В Тибете, конечно. Да, и она там рассказывала об одном артефакте, не скажу о каком. А я, когда читал это уголовное дело, там написано, что, ну, среди там разных, что само орудие убийства, нож, не было найдено. Их это как раз был той артефакт. Нет, ну, подождите, сейчас опять же, опять же, спойлер. Значит, ножа нету, а нож, который представили, который отняли у Петенговского, там он был какой-то огромный такой, и назывался индейский нож. Это самоцветок, но с таким ножом к царевичу не подадут, он слишком большой-то сам. Да, и тогда, ну, как же это, что это? Ну, если предположить вот так и так, и так, то оно сходится. И когда эту книгу читали, от них говорили, этого не может быть, зачем ты написал, так это неправда. Другие говорили, а вот как раз, да, вот это мне все объяснило. А кто докажет, что это неправда? Доказать невозможно, да. А, и что еще? Само уголовное дело, если его рассматривать как закончено, то все как бы нормально. Но, если вчитаться, на последних строчках написано, а вот теперь то, что мы рассмотрели, предполагаем, теперь съездите еще раз в углич и допросите вот этого, этого, этого и колдуна Андрюшку. Если мы колдуна Андрюшку начинаем раскручивать, все ложится вот сюда.